а здрасте всем друзья привет уленьки золотой колос у нас продолжается и без 28 утра у нас нас друзья созрели все поля но я еще уборку не ставил потому что есть у нас некоторые сложности у нас денег нету а надо рассаду купить на теплице а я хотел еще и клубнику купить она по 32 тысячи заразы стоит она до 7 штук нам нужно где-то на рулить сейчас по-быстрому денег в течение 20 минут и знаете что я подумал я подумал что надо начать продавать то что у нас есть на мельнице а что друзья у нас есть на мельнице давайте посмотрим что у нас есть у нас есть укурузная крупа уже вся переделана ее в принципе можно продавать она нам нахрен не нужна овсяная крупа тоже кстати денег стоит по полторы тысячи примерно можно продать ее и мука пшеничная фасованная 378 кубов кстати тоже довольно таки дорогое удовольствие также друзья у нас сейчас перерабатывается рожь которую мы в прошлый раз собрали и в общем-то я всю ее туда отвез и ее еще 400 кубов на переработку осталось и ячмень перерабатывается в крупоружки от крупы скорее всего мы избавимся я не знаю одной стороны овсяная крупа она довольно таки дорого стоит с другой стороны с поля этого самого овса получается не так много то есть выгоднее брать пшеницу и делать из нее пшеничную муку другой стороны заниматься все время одним и тем же тоже плохая идея также друзья кстати по обслуживанию линий мукомольная линия я уже сделал ей то он до следующего осталось 22 часа и сделал ремонт линии мы как-то пару серий назад покупали контейнер он так и стоял на магазине я купил комплектующих отвез на мельницу в общем-то поставил оттуда берутся комплектующие ремонт сделать теперь тут ресурса на 71 процент когда будет меньше 50 там процентов 40 будем делать по 50 процентов ремонта также фасовочная линия сейчас выполняется то он еще час он будет выполняться потом запустим фасовочную линию и будем в общем-то с этим тоже развлекаться пасовать ржаную муку потому что пшеничную же все расфасованным и крупорушка тоже то по моему делалось но до следующего еще 14 часов осталось ресурс принципе 35 процентов есть на самом деле пускай он сначала переработает то что он сейчас перерабатывает потом сделаем ремонт огоним до 100 процентов может хотя зачем короче выполним ремонт потом сейчас не хочется эту линию остановить потому что ремонт 8 часов по моде да да на 50 процентов ресурса поэтому пускай пока что работает ну и в общем-то надо съездить по продавать по-быстрому вот это вот все дело чтобы купить рассаду по факту нам надо два прицепа два контейнера продать можно будет рассаду себе купить семена пока покупать не надо с ними все в порядке давай-ка урал тягач мы тебя отправим пока что на садовый центр садовый центр рассада давай ехай он туда приедет пускай будет там ждать а он пока что по-быстрому сгоняем на контейнере на на контейнеровозе на money который с контейнеровозом и чинить продадим вообще чем мы будем продавать ну-ка давайте заглянем в цены крупа овсяная сейчас стоит 1551 хорошая цена кстати но в порту порт далеко можно в принципе отвезти есть также у нас мука пшеничная фасованная тоже стоит довольно таки дорого но ее не так много можно отвезти вроде как в контейнера возишь можно это возить правильно я честно не проверял еще но надеюсь что можно ладно поехал я в общем-то по-быстрому чинить продам и мы с вами встретимся попозже так друзья я продал два прицепа два контейнера вот таких вот с кукурузными этими самыми как она крупа у нас еще 106 кубов осталось но на балансе есть 228 тысяч а этого должно хватить чтобы купить себе рассаду если я конечно правильно считаю а то знаете у меня с математикой иногда беда но вроде как на 7 поддонов этого должно хватить до хватило осталось еще 524 евро но это все не важно на посадку кстати не хватит что у нас с теплицами уже урожай да нет еще урожай не вышел вносим удобрения везде только что урожай как раз у нас получился и сейчас мы загоним себя в дичайший минус да такое тоже иногда случается но я сильно переживать по этому поводу не буду привязываем вот это вот все дело ремнями и отправляем как обычно на теплицы теплицы посадка давай дружище едь он в общем-то все засеет мы переносимся тогда на нашу базу потому что пора выставлять в уборку сейчас продавать уже толком ничего не надо надо собирать урожай отвозить его запускать работу и все такое проще и знаете что друзья я это прямо сейчас делать не буду но точнее в реальном времени скорее всего позанимаемся этом на стримах на может быть на спонсорских стримах опять таки вот это вот вся уборка посадка вся вот это вот в канале а балансу скорее всего мы зайдем дичайший минус и на следующий игровой день друзья у нас будут другие совершенно планы и скорее всего есть у меня мыслишки в общем такое чего прикупить надо будет насобирать миллион денег хотя я думаю что это будет не проблема с учетом того что к тому времени уже должна будет полностью переработаться наша мука зафасоваться которая там есть продать всю крупу которая у нас есть может быть еще контракт какой прилетит также у нас на теплицах есть почти миллион литров томатов это тоже кстати денег будет стоить клубники дохренище просто будет почти 500 кубов слушать а мы разбогатеем мы ого-го как разбогатеем если это все продадим ну ладно это друзья уже будет на следующий игровой день в этот игровой день ничего сверх естественного происходить не будет опять-таки уборка посадка такие вот все делишки поэтому встретимся уже на следующий день просто по щелчку пальцев я не знаю обз друзья внезапное дерьмо прошло на самом деле уже знаете сколько уже три игровых дня прошло черт я не помню на каком моменте мы остановились по моему мы рожь убирали короче после этого всего дела я еще засеял пшеницу собрал ее и в общем то весь этот урожай и ржи и пшеницы улетел на мельницу сейчас он там перерабатывается если мы посмотрим то пшеницы осталось совсем чуть-чуть рожь у нас вся переработалась плюс это все дело сразу же фасуется пшеницу я буквально сразу же отправил фасоваться рожь там еще вроде как осталось да да ржаная мука еще почти целый бункер не фасованный также друзья неприятные скажем так моментики по поводу вот этого вот дела обслуживание линий 34 процента 65 процентов 77 процентов и необходимо выполнить то и денег на это нету минус 77000 на самом деле если мы залезем в финансы то мы во первых увидим что у меня минус 77000 во вторых у меня еще дичайший кредит 215 тысяч а все почему потому что амортизации недвижимости 145 тысяч мельница у нас работала 150 2000 87 тысяч дичайшие цифры а почему а потому что издержки за час работы все это время мельница непрерывно работала и она жрет бабло по полторы тысячи в час крупорушка по 2 200 в час почти 2 300 и это очень много но крупорушка в принципе закончила свою работу поэтому в прошлый день было 87 сейчас что нам приплывет в 12 часов дня я без понятия но мы опять-таки увидим какую-то вакханалию в общем-то с мельницей пока что все другой момент у нас здесь знаете что растет сои у нас здесь растет а на хрена она здесь растет потому что нам пришел контракт на сою правда осталось на выполнение 11 часов темой поля засеяны сои и чё-то там я читал что с модом точное земледелие бывает неприятные моменты с ним еще кстати поле не хотела удобряться обычной удобрелкой но потом почитав интернет я понял что вроде как и не требуется азот для сои денег на самолет у меня тупо не было есть еще больше кредита мне тоже не хотелось в общем-то азота здесь нихрена шинки нету но при всем при этом когда я убираю 18 поле у меня тут в зеленой зоне где-то местами сто двадцать пять процентов зависимости от почвы в общем-то все прекрасно все больше я в интернете начитываюсь что куча багов у этого точного земледелия если я с ними буду сталкиваться то я тоже это все дело снесу нахрен по поводу урожайности на самом деле уже убрано пол поля и это один комбайн набился я надеюсь что 112 кубов набьется у нас этих двух полей потому что если нет то это будет фейл я не успею засеять еще один урожай этой самой сои будем надеяться что что кубов там наберется с ним работает сейчас man и вот этот вот трактор они будут прямиком на приозерский элеватор все это дело отвозить и друзья через 25 минут по реальному времени будет стремится на котором я собираюсь продавать все наши тоже добро которые мы насобирали во первых я повывожу с мельницы все вот это вот дело где у нас заводы мельница все что вот отсюда вот можно продать я наверное начну с круп вывожу вот эти крупы они нам сильно не нужны муку пока оставлю может быть мукой займусь будем смотреть по времени а также степлиц потому что на теплицах на теплицах у нас урожай прошел есть отработано грунт его тоже надо будет вывозить в общем-то это целый день будет на это уходить поэтому потом отправим еще встретимся с вами после стрима в этой серии у нас здесь есть дохренище клубники и в принципе можно будет денег заработать ну и томаты будем смотреть как там что по томатам в общем-то на стриме я все собираюсь это повозить так как у нас техника для вывоза по сути дела урал будет работать на автодрайве а вручную будем кататься вот на этом мане соответственно с комбайном будет трактор работать но так как тут немного урожая в принципе там будет справляться кое-как пофиг что долго в этот игровой день никакого посева я мутить не буду оставим на денек поле под парами что называется не знаю зачем просто не и хочется опять замутить это все перенести на утро потому что сейчас этой уборкой она будет длинная это все займет много времени во-вторых с продажи урожая надо будет поднять бабла какого-то и посмотреть на что его можно потратить потому что я уже задумываюсь о полях может быть еще кое-чем в общем то все будем смотреть может быть даже и технику обновим ах да кстати еще пришло мне вот такое вот сообщение произошла авария на заводе и вроде как это дает минус рейтинг я в общем-то разрабом как только мне это пришло отписался этот баг поправили но минус рейтинг мне в итоге не дали но эту ошибку уже исправили уже фикс есть и он уже у меня даже стоит хотя я записываю серию она скорее всего выйдет недели через полторы но если кстати хотите посмотреть ее побыстрее можете форму в спонсорку оформить да лишь в общем то все знаете но по поводу от рейтинга аварии заводов у меня здесь 0 хотя она на самом деле одна была можно в принципе чтобы было по-честному все в сейф прописать но я не буду хрен с ним знаете первая была такая учебная тревога что называется хотя они не знаю почему она случилась у меня там и ресурс был и до того времени было дохрена еще но вот в общем то дерьмо случается вот в общем то вот такие вот новости небольшие после стрима я с вами продолжу общаться уже на серии что называется а пока ребята тут пусть развлекаются у нас есть еще целых 20 минут чтобы их переставить работать посмотреть что да как происходит тумана есть еще 20 минут поработать потому что я его потом украду и знаете чтобы на стриме не было много вопросов давайте-ка мы возьмем кредит чтобы баланс был плюсовым чтобы не было вот этого минуса что по нем никто не знал вот 300 тысяч кредиты после стрима будем знать что они есть и посмотрим сколько мы заработали денег за сегодня в принципе вся эта отчетность будет здесь и доходы с продажи урожая будут и от продажи продукции здесь отдельная графа вот что-то кстати продавалась а нужны были деньги да что-то я немножко повывозил в общем то черт серьезно ты с этого поля 18 кубов всего собрал и это при том что она все в зеленой но желтой зоне местами кошмар ладно что поделать в общем то друзья после стрима может быть не сегодня конечно но мы с вами встретимся и продолжим развлекаться на золотом колосе так друзья только что завершился стримец на который мы занимались вот этим вот всем то что я говорил вывозом урожая и значит смотрите мы продали всю клубничку и всю крупу а муку мы не продавали потому что во первых я задолбался кататься во вторых у нас на балансе и так два с половиной миллиона денег плюс буквально только что закончила убираться наше поле последнее в общем-то это все с трактором довольно таки долго убиралась и пиздынь 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 вот давайте в принципе даже и этого чувака уберем отцепим и отгоним в гараж потому что там ему самое место в общем-то не продалась у нас только мука и томаты у нас кстати еще 800 кубов томатов осталось и дохренищей муки все это в принципе тоже стоит денег по большому счету контракт мы выполнили плюс рейтинг свой получили берем вроде как 62 у нас деньги есть сейчас мы вернем кредит и подумаем на что мы их будем тратить и вообще что нам надо еще покупать и что в течение дня у меня здесь будет на ферме это происходить потому что нам надо как-то в этих двух с половиной миллионах остаться в плюсе через час мельница денег сожрет за эксплуатацию да и кстати закончилась полностью переработка у нас муки осталось только фасовка надо куда-то будет от отруби избавиться они там по 250 стоят но и немного их можно вывозить так что этим надо постоянно видимо будет заниматься этим я тоже позанимаюсь как-нибудь не знаю короче как-нибудь позанимаюсь это может быть завтра еще спонсорский стрим проведу чему бы и нет потому что много чем есть заниматься вот давайте заглянем в риэлторской агентстве посмотрим что можно купить что сколько стоит и и какие у меня вообще пожелания на что будут потому что это самое главное самое интересное надо туда бежать я не хочу телепортироваться побежим туда а так вот я муку фасовочную линию сейчас отправил на то он она еще где-то час будет выполняться и потом мука будет дальше фасоваться я ее пока что продавать не буду а где наша так я что-то на мельницу побежал на горели про мельницу я побежал на мельницу и понятно бывает не переживайте все нормально xxxx вот она риэлторское агентство значится смотрите чего можно мы подумать вообще можно взять вот 8 поле и 9 тоже и увеличить площадь возделываемых культур и 10 можно следом взять 400 тысяч плюс еще ну возьмем 400 800 тысяч у нас уйдет на вот эти вот поля и у всех лояльность сто процентов да да сто процентов у всех еще знаете о чем я подумал восточный тепличный комплекс хочу еще тепличек и короче вот на этом тепличном комплексе который второй будем выращивать только клубничку тут будет у нас клубника будем клубничными магнатами короче будем собирать клубнику там чтобы до хрена было а потом скопом ее будем продавать и будем богатыми а баклажаны огурцы томаты будем поочередно выращивать на на северном тепличном комплексе как вам идея мне кажется идея классная поэтому давайте мы сделаем запросы на все вот это дело на все вот эти поля 8 9 10 по отлично плюс друзья нам тогда надо до хренища рассады рассаду ладно я потом куплю и грунта надо до хренища просто капец как до хренища сколько его вообще есть цены 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 грунт 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 обогащенный грунт 499 кубов а нам надо миллион четыреста на две теплицы план там два часа еще завоз будет по моему это будет не профукать этот момент короче говоря друзья у меня остается грубо говоря закадровая работа может быть если у меня будет завтра настроение я это все дело по стримлю для спонсоров вот этой фигней заниматься будем всякой нужно перевести до хренища грунта по факту дождаться пока у нас все вот это вот дело пока ответы от агентов придут если придут ответы от агентов то наверное я 8 9 10 поле новые поля трогать не буду на серии на следующий игровой день пока будет уборка будем заниматься потому что там надо и грунт посмотреть будет и с азотом поиграться и со всем остальной фигней в общем-то это на серию оставлю ладно вот грунта повозить надо будет до хренища и скорее всего этим заниматься будет наш трактор на 14 кубов х такой вот я извращенец а чё ничего страшного я хотел на складе еще посмотреть ферма 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 латчо у нас по семенам пшеницы 32 куба есть ржи 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 35 ков короче будем что-нибудь засеивать из этого вот ну и плюс надо будет отправить ребят которые это все дело у нас что там кстати у нас по азоту плохо уже все да надо уровень ph плохо в общем-то да надо будет все это дело известью посыпать выбран урожай почвы чернозем типичный все данные устарели до азот ph надо короче по новой этой штукой заниматься анализом старевшие данные и надо брать образцы нет короче тем тоже надо будет заниматься ладно в общем ты тоже такое стримерское дело а может на стриме этим позанимаемся посмотрим можно тогда со всех полей будет брать эти образцы мне кажется это будет довольно правильно в общем то в этот игровой день я ничего сеять не буду уже максимум закультивирую а потом поиграемся со всем этим делом с полями может быть даже технику какую-то новую приобретем а здесь вообще надо распахивать будет если у нас травка здесь у нас растет пшеничка черта урожай бы собрать сначала перед этим всем делом она вырастет к следующему утру значит пшеничку соберем и будем заниматься этим полем наверное так что как то так в общем то вот такая вот серия получилась немножко скомканная я очень часто терял мысли потому что она писалась в три разных дня плюс еще стрим всунут пол между ними стрим назывался продажа урожая если кому вдруг интересно и он был 21 января вот на этом друзья у меня все если хотите смотреть серии заранее вы можете оформить дешевенькую спонсорку поддержать канал спасибо всем тем кто уже это сделал также можете поддержать канал лайкусиком если не подписаны то подписывайтесь короче все это все вы прекрасно знаете комментарий какой-нибудь оставьте мне приятно я знаю вам же не сложно этом друзья у меня все всем спасибо за просмотр всем покаки